Что-то в последнее время киберпанковским играм как-то не везло в финансовом плане. Remember Me не окупилась, Syndicate тоже, за Binary Domain мне вообще до сих пор обидно и даже великий и ужасный перезапущенный Deus Ex вроде как не оправдал ожидания издателя, и теперь третья часть под большим вопросом. И удивительно, что сами игры-то не провальные, они сделаны качественно. Да, с изъянами, но где их нету? Просто видать сам жанр как-то не притягивает к себе массового потребителя. К казуальную публику отталкивает все вот это киберпротезирование, информатизация, цифровка сознания и прочее подобное. И можно понять, ведь редко какой киберпанковый рассказ сулит нам светлое будущее, где все эти технологии помогают человечеству жить. Скорее всего власть захватят корпорации, между людьми начнется грязня на поприще имплантатов, а жить мы будем в сырых и темных подворотнях, не видя белого света из-за вездесущей киберрекламы. Не самое радостное место для игрока, который решил вечерком расслабиться после работы. Возможно CD Projekt Red сумеет изменить эту ситуацию со своим киберпанк 2077 или какое там число у них. А может это получится и у объекта нашей сегодняшней беседы. Ведь это хоррор. Психологический хоррор, Observer. И позвольте мне его так произносить, а то я плохо выговариваю, да и с Observer можно спутать. Они нарочно почти в одно время выходят что ли? Прошлое творение этих ребят было крайне пугающим симулятором Джона Сины. Там мы ходили по старому поместью, наблюдая невероятные метаморфозы с пространством и весьма оригинальные пугалки. В этот же раз разрабы слегка сместили акцент со страшной атмосферы и сделали ее скорее более гнетущей. Но обо всем по порядку. В довольно далеком году почти все поголовно начали применять бионические протезы и импланты. А в полиции стали служить наблюдатели, люди способные подключаться к чужому сознанию, чтобы отыскивать там улики. И вот мы в роли такого наблюдателя прибываем в крупный многоквартирный дом в не самом приятном районе. Обнаруживаем там труп возможно своего сына и начинаем выяснять обстоятельства его кончины. Тут совершенно не к месту по всему зданию звучит сигнал тревоги и все выходы и входы закрываются, полностью изолируя строение. Так что нам приходится надеяться, что убийцы еще внутри, а помощь искать лишь у местных обитателей. Как бы вся игра будет проходить в коридорах этого жилого корпуса, в котором хватает неадекватов, психов и просто людей из низшего социального класса. Мы их правда вживую не увидим, лишь на видеоэкранах, прилепленных на каждый из квартир. Но от этого общаться не становится менее интересно. Диалоги либо будут играть на атмосферу, либо давать нам новые крупицы лора, а то и подкидывать полезную в нашем расследовании информацию. При этом отделяющие нас двери как будто добавляют ощущение одиночества и безнадёги. На это играет и визуальное великолепие всех этих грязных, разбитых и обветшалых помещений. Авторами восхитительно воссоздается мрачный киберпанковский вид, со всеми бесконечными проводами, громоздкими протезами и теми же самыми видеоэкранами, сделанными из чего под рук попалось. Если вы любитель произведений Уильяма Гибсона, то почувствуете здесь себя как рыба в воде. И сама история под стать этой атмосфере. Мрачная, тяжёлая и даже без намёка на хоть какое-то светлое пятно. Тут даже будет хорошим сравнение с недавней Hellblade. Тем более, что и местные герои несколько ощущают, что у него чердак едет. Особенно в те моменты, когда он перемещается в чьё-либо сознание. Тут чердак даже у игрока может поехать, потому как моё почтение. Это настолько фантасмагоричное метафизичное вырвиглазное путешествие, что веришь, будто эту секцию делали не разработчики, а реально какой-то искусственный интеллект, попытавшийся разобраться в человеческом сознании. Обрывистость каждой сцены, пугающие визуальные образы, отголоски фраз, по которым можно лишь приблизительно догадаться о смысле всего этого три приключения. Реально, кажется, будто в попытках проанализировать такой поток сознания, комп повис, заглючил и начал выдавать вещи, подобные тем, что вы сейчас видите на экране. Удивительно, как некоторые разработчики усиленно стараются сделать глюки более реалистично выглядящими, в то время как у иных неумеха, но как-то само выходит. И вся игра проходит в подобном стиле, перебрасывая нас из одной головы в другую, из реальности вновь в чье-то сознание. Я пока никак не касался непосредственно самого процесса, потому как его в лучших традициях считай, что и нет совсем. Да, мы там сканируем улики иногда, но это так по мелочи. В основном ходим и общаемся, решаем не особо запаристые задачки, снова ходим, ходим, ходим. И знаете, мне внезапно норм. Пускай я известен как нелюбитель подобного ходильного жанра, но некоторым произведениям вот только такой процесс и нужен. И в данном случае здесь окружение и детективная история, вкупе с этими глючными прогулками по сознанию, не дают тебе устать от постоянных перемещений. Герой не противостоит врагу, поэтому ты не задумываешься о средствах самообороны. И он не бегает на большие расстояния, поэтому ты не устаешь от однообразия. И не надо ждать там под очередной кроватью, пока большой монстр уйдет. А хотя вот нет. Кину маленькую ложку кибермазута в то слащавое повидло, которое я высказал выше. У меня есть ощущение, что когда-то всем разработчикам раздали методичку, где было сказано, что если ты делаешь мрачную игру про ходьбу, то там должны быть прятки. И вот честное слово, я вот не знаю, почему народу так эти прятки зашли, что их теперь повсюду пихают. Так что даже Обзервер не спасся от этого киберспида, которым болеет большинство хорроров. Нет, нормально, что за вами гоняется какой-то монстряк, и даже бегство от него вполне себе сойдет за напряженные эпизоды. Но вот очередное заседание в вентиляции, пока мимо вас не пройдут чьи-то ноги, это ну вот зачем опять, а? Игра умудрилась выдать чертовски офигенный этап с одним из последних погружений в чужую голову, и я настолько там весь жал от восторга, что даже кадра оттуда показывать не буду, просто потому что вы сами должны посмотреть. А потом прям перед финалом мне выдали секцию с прятками, и я такой, ну твою-то мать, а? И ощущение, что разрабы сами понимали, что ну нафиг не нужны эти этапы. Их в игре-то всего три где-то, минут на 15-20 из всего 7 часового прохождения. Вот оставили реально, чтобы были. И то, что они такие короткие, это конечно спасибо, но вообще без них получилось бы еще лучше. Если нужен геймплей, вон, игрушка огнем и мечом установлена тут на каждом компе, залипай не хочу. Кстати, реально прикольная штука. Наверное, я уже достаточно поворчал тут, да и к тому же оценку за эти короткие моменты снижать-то не собираюсь. Если в Hellblade я сетовал на то, что игра понравится не всем, что слишком, мол, несбалансированное количество драк там под конец, а история скорее про шизофрению, а не про путешествие самой героини, то тут все куда однозначней. Да, будет мрачно, но этот эффект грамотно нарастает. Сюжет постепенно раскроет вам все карты и вполне себе содержит, пускай и слегка заезженную, но все-таки философскую идею. Если Hellblade мне второй раз проходить не сильно хотелось, как минимум сразу после финала, тот Observer я бы еще раз вдумчиво одолел. Так что спасибо GOG за предоставленную версию такого изумительного проекта. Надеюсь, что финансовые беды киберпанковских игр не коснутся Observer и мы увидим еще что-то подобное от этой талантливой команды. Субтитры создавал DimaTorzok